Село Максат – одно из наиболее пострадавших в ходе недавних событий на кыргызско-таджикском участке госграницы. Его-то президент Садыр Джапаров и посетил в первую очередь. Здесь глава государства после произошедшего не впервые. Он был в Баткенской области в начале мая. Десятки разрушенных объектов, включая школы и детсады. Их восстановление начали почти сразу после тех событий. Здесь строят жилые дома и образовательные объекты, построят скорый двухэтажный детсад на 100 мест. Здесь же глава государства встретился с местными жителями, рассказал о проводимой делимитации и демаркации госграницы. Этот вопрос наиважнейший. От него напрямую зависит стабильное социально-экономическое развитие региона. Ни один местный житель без помощи и необходимой поддержки не останется. Президент обратил внимание и на целевое распределение ГУМ помощи. В беседе с президентом местные жители тоже подняли вопрос оказания поддержки пострадавшим. Были вопросы и личного характера. Сельчане выразили благодарность за оказываемую поддержку со стороны государства и неравнодушных кыргызстанцев. Выразили они и поддержку усилиям властей по решению приграничных вопросов. Представителям соответствующих госорганов Садыр Джапаров дал ряд поручений для решения озвученных сельчанами вопросов и восстановления всех объектов. А это погранзастава Джангиджирь тоже в Лелекском районе. Военнослужащим президент сказал, что благодаря подготовленности, высокому моральному духу и героизму пограничников и правоохранительной территориальную целостность страны сохранить удалось. Важно продолжить улучшать обороноспособность страны и укреплять безопасность госграниц. Встретились с главой государства и жители сёл Бурбурдук и Достук. Баткенской области уже в ближайшее время будет придан особый статус. Это необходимо для её развития. Области будет предоставлен ряд льгот, в том числе особый налоговый и инвестиционный режимы. А в селе Бурбурдук скоро будет новая школа. Капсулу под её строительство заложил глава государства. Она рассчитана на 225 ученических мест. Садыр Джапаров пожелал, чтобы здесь были воспитаны высокопрофессиональные специалисты, которые в будущем, несомненно, внесут свой вклад в развитие страны. Аяна Дюшикеева, Сентурабы Кеев, Аллато, 24, Баткенская область.